Встреча с терактами направлено на запугивание, в общем-то иногда даже просто на ликвидацию людей. За сутки в стране прогремело 8 взрывов в отелях, храмах и в жилом комплексе. А когда человек очень важный и очень значимый, и когда его уничтожение, ликвидация будут тянуть за собой большие последствия, то устраиваются массивные теракты. Просто огромные большие теракты устраиваются для того, чтобы уже точно человек не мог предъявить никаких претензий к каким-то своим недругам, которых он может в этом заподозрить. Ну вот прошли теракты на Шри-Ланке. Вот отсюда, от храма святого Антония и началась кровавая череда терактов. Именно здесь прогремел первый взрыв. И во время этих терактов трое детей, владельца АСОС, погибли в результате терактов. Трое детей, владельца. Кто такой? Ведь просто так не будут устраивать такие теракты. Да, с тем, чтобы еще и погибли дети какого-то крупного человека нашей планеты. Мы же не всех знаем. А оказывается, его роль в чем заключается? Сейчас я вам расскажу. И вы упадете со стула. Что это такое было сделано? Для чего совершаются теракты? Да, для того, чтобы поиметь какой-то свой интерес. Итак, у крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды АСОС и самого богатого человека Дании, Андерса, Холча, Павлсена, в результате терактов погибли на Шри-Ланке трое из четырех детей. Вот так сообщили BBC News. Как сообщает телеканал, семья приехала на Шри-Ланку на пасхальные каникулы. Ведь вы понимаете, да, что заранее планируются пасхальные каникулы, заранее бронируются отели, заранее бронируются самолеты, поезда, пароходы. Ну, в общем-то, весь транспорт, которым будет двигаться та или иная семья или просто люди. Итак, имена погибших детей не разглашаются, но информацию об их гибели подтвердил представитель международной сети Бестселлер, которой также владеет Павл Сен. По данным СМИ, 46-летний Павл Сен, ведь довольно молодой, для того, чтобы быть таким богатым владельцем, почему ему столько досталось, я не знаю. Наверное, все-таки от кого-то досталось. Наверное, в результате чего-то. Это, скорее всего, чей-то сынок, о котором нам ничего не известно, которому передали в наследство родители. Итак, по данным СМИ, 46-летний Павл Сен является вторым по величине частным землевладельцем в Великобритании. Вот вам и разгадка. Вот отсюда и надо танцевать. Он второй по величине землевладелец в Великобритании. Земля кому-то в Великобритании нужна. А он второй по величине землевладелец. Но теперь он будет более сговорчив. И да его тоже можно убрать. Во всяком случае, наследников-то уже нету в основном. Остался сын, да он, ну и жена. Да, циничен наш мир, ничего не скажешь. Но надо смотреть правде в глаза. А не так, что думать, вот какие-то теракты, вот они случайно попали. Теракты совершились, чтобы они случайно туда попали. Это же понятно, друзья. Я хочу, чтобы было понятно. У меня канал для умных людей. Я еще раз повторяю. Для умных, чтобы вы понимали. Да, конечно, вот так иногда мне приходится рассказывать. Но не все я могу напрямую рассказать. Конечно, приходится. Эзоповым языком. Ну а здесь уже напрямую вам говорю, что теракты на Шри-Ланке, на Цейлоне, кстати, вы знаете, да, что изменилось даже название острова, совершили ради этого самого землевладельца. А чего это он владеет? Половиной земель той самой Великобритании. Кто ему позволил? А может быть он принц? Крови? Англичанин по рождению или по корням нам этого не сказали. И вот мы теперь будем гадать. Не будем, конечно. Ну, в принципе, что нам сделается от того, что кто он такой? Во всяком случае, мы понимаем, что весь теракт из-за него. Все восемь терактов. А чтобы смазать эту картину, чтобы эта картина была, так скажем, просто случайной, якобы дети попали туда, возможно, хотели вообще всю семью убить. Возможно. Но в результате каких-то обстоятельств только трое детей погибло, а сам папа, мама и еще один ребенок остались живы. Это вот случайность, так скажем. Это небеса, может быть, посоветовали. Так, знаете, что называется, родовой эгрегор уберег его от взрыва, от смерти. А все остальные теракты, да, вкруговую. Начали с церквей. Якобы это какая-то отдача от Нотр-Дам-де-Пари. Хотя и это входит туда. Об этом тоже скажу вам в следующем ролике. Однако же именно из-за того, чтобы убить его, всю семью на Пасху взяли и сделали такие теракты в дорогих отелях. Вы понимаете уровень и класс отеля, где были совершены теракты? Вы понимаете уровень и безопасность этих отелей, где были совершены теракты? Вы понимаете уровень тех людей, которые совершали теракты? Это государственный уровень спецслужбы. И не только острова Цейлон, а еще и международных служб, которые заставили совершить эти теракты. Это лично мое мнение. Я не настаиваю ни на чем. Я лишь раскрываю глаза людям, чтобы было понятно, что все эти теракты – это действия одного спрута. Во всяком случае, речь идет о земле в Англии. А значит, и спрут оттуда. Итак, подведем итог. К воскресенье на Шри-Ланке произошло 8 взрывов. Объектами атак смертников стали дорогие отели в столице страны Колумба и ее окрестностях, а также церкви в городах Колумба, Негомба, Батикалоа. По последним данным в результате терактов погибло 290 человек. 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек. Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан. И туда угораздило попасть самого богатого человека мира. И самого богатого землями человека в Англии. Ну, такая уж судьба. Делят мир. Я вам уже говорила. Мир делится сейчас между другими силами. Всех старых будут сносить. Буквально-таки сносить с пьедесталов путем ликвидации их. Ну, собственно говоря, ликвидации их тел из нашего мира. Смертей. Вот такая у нас с вами некрасивая ситуация. Но что нам страдать, скажите, за этих людей? Нам, обычным людям, нечего страдать. Мы не страдаем, не сожалеем ничего. Конечно, жалко просто погибли дети. Да. Но вообще-то о чем нам жалеть богатых людей, которые когда-то захватили мир и стали править. Кучка наглых воров, убийц захватили мир и стали управлять и делаться белой косточкой нашего мира. А как они стали белой косточкой нашего мира? У меня во многих роликах есть об этом. Особенно, как князья Монако становились князьями Монако. Видите ли, путем захвата, путем подлости, путем убийств становились все они на пьедестал власти нашего мира. Поэтому, когда их сегодня свергают тем же самым путем, почему мы должны сожалеть? Весь мир заставили жить в нищете. Весь мир заставили быть их рабами. Да сколько же можно? Которая тут временная слазь кончилась в ваше время? Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.